Хранилище данных Ильгрота. Хранит все секреты и не только. Непосвященным доступ строго запрещен. Фух, нехорошо вышло. Стоп, как я попал в хранилище? Эй, здесь кто-нибудь есть? Ау! О, я же могу глянуть записи с камеры. Для этого можно воспользоваться терминалом. Подъемник. Так, стой. Рычаг. Замок, дверь. Так, здесь наверняка закрыта. Дверь на то, что закрыта. Замок. Так, ладно, пока мы не знаем, что здесь надо делать. Все синенькие, все красненькие. А, это травоядные и это... Понятно. Вот так должно быть. Ну, как бы и здесь то же самое. А, здесь уже мы нажимаем на одну, а они закрашиваются по-другому. Здесь уже не все так просто. Так, это две реагируют. Так, на верхние. В общем, только по рядам. Это мне никак не сделать. Какая-то беда. Может, наоборот, наверное, надо теперь. Что-то какая-то ерунда получается. Можем максимум все убрать, включить. Так, я не знаю, как это актирует. Здесь две нажимаются. А, если на это нажать, то и это, и это. Ясно, я только найти эти нажимал. Так, все понятно тогда. Все тогда понятно. Все намного проще. Так, здесь что? Здесь у нас уже крестиком идет. Так, хорошо. Крестиком. Так, ну, по сути, почти так. Так, смотрим, что нам надо здесь. Мы это включаем. Допустим, эти две. По центру это включится. Так, ну, надо как-то... А, вот. Как-то, короче, получилось. Больше наугад. Так, мы пока туда не пойдем. Это выход. Без новых фильтров для костюма наружу не выйти. Так, попробуем рычаг. Так. Это, я так понимаю, земля, не земля. Голограмма. Кто-то настроил фокус на этом космическом объекте. Говорится про орбитальную станцию Сититон. Что бы это ни значило, помните, что-то подобное было в чертежах, что я тайком взял у Лока. Подъемник. Отличный подъемник. Нам такие пора иметь. Телектор. Так, понятно. Покажи видео с этой камеры десятью минутами ранее, раньше. Анна из субъекта. Поиск. Субъект определен как 8230. Поиск. Поиск. Найден за секретный файл. Субъект не имеет доступа. Хм. Он опять определил меня как 8230. Что бы это могло значить? Хорошо тогда воспроизведи видео с остановки хранилища. Новый запрос. Поиск. Найден за секретный файл. Субъект 8230 не имеет доступа. Да что ж такое. Так, ладно. Новый запрос. Что значит 8230? Новый запрос. Поиск. Найдена. Информация по 8230 строго засекречена. Я и не удивлен. Совсем не удивлен. Понял. Знаешь почему? Обработка запроса. Ответ не найден. Ты глупая программа. Вот почему. Так. Думай. С этого терминала доступа нет. Получить доступ можно только с комнаты управления. Там же возможно смогу узнать куда направился РО2. Даже если мне удастся добраться в любом случае получить доступ к файлам будет непросто. Но там больше шансов это сделать. Так, а зачем нам в подъеме кто-то нужен был? Видимо, наверное, к этой, чтобы попасть в полограмму. Ну, ладно. Так, идем сюда. Так, хорош. А там ящик есть. Так, это мы видели. Бевозможно подойти. Вот здесь мы сюда наступим. Ящик. А, вот. К ящику. Чипы взяли. Стандартную комплектацию всех орбитальных станций входит обслуживающий персонал в виде автономных роботов. В большинстве своем они могут выполнять любые технические работы. В зависимости от заложенной программы. Может, РО2 это один из таких роботов? Но каковы шансы, что он попался именно вне? Так, ладно, идем сюда. Стереонка у нас есть. Перед уходом нужно все исследовать. А, это уже выход. Так, рычаг есть. Можно убрать. А, еще один ящик. Еще один ящик. Свиток, книга. А, здесь подъемник не нужен. На случай непредвиденных. Ситуации для перелетов станция-станция или планета-станция используются шаттлы, спроектированные специально под размеры роботов. Планета-станция. Пожалуй, тут связь очевидна. Ведь я нашел РО2. В подобном устройстве для перелетов. Не похоже на все то, что я видел в Ильгроте. Кому же принадлежат эти записи? Так, свиток. В легенде говорится об оазисе посреди радиоактивной пустоши, где все растения зеленые, а животные с нормальным цветом крови. Но это мы уже решили. Книга. Личные растения обычно растут глубоко под землей. Охотятся на все, что движется, поэтому остерегайтесь их зубастых бутонов. Цветок съедобен, но особенно ценен его зеленый сок. Это, видимо, все подсказки. Так, в том ящике надо посмотреть, что там. Так, книга. Сладкие черви. В Ильгроте блюдо с ними можно назвать местным деликатесом. Особенно любят обжаривать червей в масле. Морсумы и крокколи выращивают их в специальных резервуарах с грунтом. Так, здесь еще какая-то книга. В хранилище тройной уровень защиты. Третий уровень связан с состоянием начальных зеленых пунктов первого уровня. С состоянием начальных зеленых пунктов. Разберемся по ходу дела. Так, зеленый чип. Орбитальные станции типа Сититон оснащены всеми условиями для содержания капсул гибернации. Все жилые отсеки получают и очищают кислород благодаря прекрасной системе вентиляции и гидропонике. Так, все, можешь уходить. Вроде все посмотрели. Да, он не пойдет. Дран. Просыпайся. Ох, как же в горле пересохло. Хе-хе. Говорю так вот, без воды. Мы просто высохнем. А я сначала с ума сойду. А может уже? Тебе, короче, воды надо. Старый магнитофон. Так. Шестеренка. Нет. Починял. Ау, починял. Ну, или что-то выкрутил. Пасек. Плакат. Плакат с призывом добровольных доноров. Пожертвовать часть своего мозга на благо города. Из чего придумали? На благо города. Знаем мы. Так, ладно, наверное, пока можно идти дальше. А, проволока. Наверное, не дашь, да? Оно не трожь мое имущество. Держи вот кружку и принеси старику воды. Потом сможешь взять. Что это тут у нас? А, ну да. Кусок ненужной проволоки. Я все сказал. Кеке. Кружка. Цветочка. Эй, стоп-стоп. Это место я занял. Подвинься. Допустим. Привет, старина. Это я, Вига. Мне нужно пройти в подземелье. У тебя ведь вторая шестеренка для замка. Вига. Я слышал про побег. Сочувствую. Это что, горе-глазные импланты? Да, жестоко они с тобой. Извини, но я не могу рисковать. Сам теперь знаешь, как интеллектор поступает с нарушителями. Лишь по старой дружбе я сейчас говорю шепотом. Лучше уходи отсюда. Линус, мне очень нужно попасть в подземелье. Просто скажи, чего ты хочешь. Мы ведь всегда могли договориться. А знаешь, в голове сейчас лишь одна. Отто Крутится. Новенькая парикмахерша. В общем, запал я. Хочу купить ей букет с бутонами, зубастых цветков. Но уже который день их разбирают до моего прихода. Эх, сколько этих цветов было в подвале закусочной. Дверь. Так, хорошо, тара. Сейчас со всеми переговорим. Насос. Так, Линус. А знаешь, в голове сейчас лишь одно то же самое. Нече. Все-таки пришел за фильтрами. Как я тебе советовал. Или небось опять что-то чиньш. Эх, как видишь, я то и другое. Ты случайно не заметил тут кто-нибудь проходил до меня? Тут много кто проходит. Я запомнил только Лекто. Похоже, он в полном... В плохом настроении. Слышал о ней что-то от того беглеца из лаборатории. Эх, бедолага. Да уж. Ты не думал, что Лекто очень странный робот. Ведет себя непредсказуемо и совершенно не похож на городских дроидов. Помню, что он всегда был, но откуда взялся и кто его создал, непонятно. И вправду. Дело говоришь. Дроиды так себя не ведут. Он скорее киборг. А интеллектор, видать, продлил ему мозгов от морсумов, которых в лаборатории удерживают. Много пугающих историй слышал. У интеллектора повсюду уши. Он и сейчас нас тут слышит. Лучше не лезть и оставить эту тему. Не то сами там окажетесь. Вот тут ты, пожалуй, прав. Лучше тему сменить. Знаешь, я слегка увлекся и проиграл этому скользкому Слику. И запчасти дроида и мой дробильный инструмент. Без него просто не смогу работать. Эх, печаль. Обыграть его нельзя. Он слишком хитер. Возможно, даже журничает. Куплю проездной билет и поеду обратно ни с чем. Так, Тара. Порчик. Эй, ты куда лезешь? Иди, как и все, в начало очереди. Если пришел за хищными цветами, то явно опоздал. Последнее забрал порчик. Это не насыто... Я тут и все слышу. Порчик. Да, сегодня мне достались зубастики. Гы-гы. Эх, добротный будет ужин. Порчик, не мог бы ты уступить их мне? Серьезно, очень нужно. Отдать тебе мой ужин? Ни за что. Они как раз молоденькие, вкусные. Гы-гы. Смотри, ты купил их за одну монету. Я же заплачу тебе на одну больше. Ну что скажешь? Так, значит, один плюс один. Гы-гы. Какой глупый. Давай. У нас нет монет. Так, вот-то. Рейхмахерша. Ну, просто нет больше сил. Все кругом поломано. Радио ничего не ловит. Насос гремит на весь базар. А воды? Пару капель. Ой, кто бы починил? Плитка. Радио. Тут все ясно. Отломана антенна. Слик. Эй, опять ты. Я тебя запомнил. Достойный противник. Надо будет повторить. Хм, без жуничества? Ну, конечно. Дух, ты мой чудесный. Я ведь после прошлого раза не прочь отыграться. Но на этот раз будет другая игра. Хе-хе. На что играем? На кону этот прекрасный отбойный молоток. Между прочим, я его честно выиграл. Правила такие. Берем карты из колоды. Стараясь не превысить 12 очков. Кто наберет больше всех очков, но не больше 12, тот и победил. Доставай колоду. Так, три игры. Четыре. Пять. Так, а максимум четыре, наверное. Восемь. Двенадцать. Раскрыть. Двенадцать, двенадцать. Допустим. Четыре. Восемь. Десять. Двенадцать. У него, походу, всегда будет двенадцать. Надо выиграть три раза, по-моему. Один. Четыре. Пять. Девять. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать. Четыре. Восемь. Одиннадцать. Да, да, у него всегда двенадцать. Ага. Определенно, на этот раз удача была на моей стороне. Неприятно проигрывать. Попозже вернемся. Чан. Пустой Чан. Плакат. Разыскивается механик по имени Виго, сбежавший этим утром из центра научных исследований. При обнаружении незамедлительно доложить о местоположении беглеца в ближайший пост охраны. Так, это, наверное, у нас закусочная там будет. Плитка. В этом месте плитка начала проваливаться. Под ней есть пустая полость. И что? Ударить. Тут нужен инструмент мощнее. Так, понятно, дробилка это. Насос. Насос работает на полную. Так, ладно, попробуем туда зайти. Так, шестеренка. Первым можно. Это нельзя. Штифт, ось. Ось. Так, все равно вторая шестеренка нужна. Так, хорошо. Что мы еще сможем починить? Навряд ли. Отверткой, наверное, вряд ли починим. Антенна там нужна какая-то. Так, вот здесь может быть пару капель-то есть. Невозможно применить. Так, с чего нам еще нужно начать? Плокат. Проволока. Оттуда я пришел. А, то есть обратно вернуться нельзя. Ох, как же в горле пересохло. Так, у нас пусто пока. Знаешь, в голове сейчас лишь одна ута. Так, зубастиков, бутоны. Вот так, по глупости остался без отбойного молотка. Мне только спросить. Вот так, говорит, что в системе нет воды. Я могу починить. О, правда? Да-да, держи. Тебе может пригодиться липкая лента. Как закончишь, приходи за платой. Так, изолента синяя. А что починить-то? А, насос, наверное, починить. Хотя. Хотя нет. Вроде работает, все нормально. Насос работает на полное. Так, значит, один плюс один. Какой глупый, давай. Так, вот-то. Ну, просто нет больше сил. Все кругом поломано. Радио ничего не ловит. Насос гремит на весь базар. А воды пару капель. Ой, кто бы починил. Так, а может, радио просто изолента нет? Так, зачем нам изоленту-то скрутить? А вот эту дробилку мы получим. Так, ну, наверное, с Чаном. Я не знаю, с чем. С чем изоленту-то? Может, мы что-то еще не нашли? А вроде больше искать-то нечего. Плакат. Плакат. Так, плакат мы, наверное, не будем показывать никому. Так, на сей раз колоду тасовать буду я. Ты же не против? А, вот так вот. Я думал, как-то по-другому надо. Так, 3, 4, 7, 9. Пока хватит. 11. А вот теперь уже более по-честному. 4, 6, 9, 10, 12. Все равно. 13 у нас получилось. Ну, бери больше. Бери. Все, бери. Перед 7. Так, 5, 6, 8, 11, 12. Как у тебя это получается? 5, 6, 7, 8, 10, 13. У тебя 12. Воду все равно мухлют. 3, 5, 6, 8, 11. Так, наверное, еще раз. А, все, теперь нормально. Может, нам надо как-то мухлевать? 2, 3, 5, 7, 9, 12. Ну, не 12. Мы смухлевать никак не сможем, наверное. 4, 5, 6, 10, 11, 12. Как мне это, что-то здесь не то. Тут все ясно. Отломанная антенна. Так, вот иди изолент. Нет. Отверка. Нет. Где-то, Ан, проволоку надо взять. А для проволоки нужна вода. А воды здесь нигде нету, да? Невозможно применить. Постучал. Так, ну, может, про две капли говорила. Ты нам дашь воды? Нет. Уже починял, мне пора применимать ванну. Так, все-таки что-то с чаном. А может, сверху? Или здесь? Нет, здесь шестеренка нужна. Это дверь. Она... Так, может, где-то здесь надо по трубе посмотреть? Не знаю, только к чану ведет. Вряд ли так сработает. Невозможно. Так, ты что скажешь? Вот так, во глупости остался без обойного молотка. На полную. Уж тебя ударить надо. Не шумел. Нет, ничего не работает. А знаешь, в голове сейчас только... Так, лишь от-то. Так, начи обратно в пустую кружку. Так, это мы читали. Так, нет, что-то здесь у нас. По идее, если мы его обыграем, мы заберем это, раздробим, там что-то найдем. Ну, все заканчивается на нем, но почему-то его не обыграть. Его надо долго-долго стараться. Двенадцать. Постоянно двенадцать. Три, шесть, десять. Уже много. Его двенадцать. Как так? Сейчас шесть набрал. Пять, семь, десять, тринадцать, одиннадцать. Правда бы я не выиграл. Может мне всего лишь надо три раза выиграть, то есть не подряд. То есть подряд тут плохо. Три, семь, одиннадцать. Ну, отлично. Один из трех. Все понятно, значит надо просто выиграть. Минус шоу, может, воды набрать. Ладно, три, шесть, десять. Отличный у меня перебор. Два, пять, восемь, десять. А, в минус уходится. Понятно. То есть три раза надо выиграть, не обязательно подряд, но понятно. Пять. Так, девять. Возьмем. Одиннадцать. Девять. Девять. Двенадцать. Ну, прекрасно. Какой ты везучий. Твои отзыва. Забирай свою награду. Так, ну теперь все, все становится на свои места. Так, есть вода, пробоина. Так, сначала набираем на воды. Ну, нет, потом. Так, хорошо изолента. Кружка воды. Даем попить, берем антенну, антенну, чтеним радио. Дальше пока не знаю, что там будет. Холодненькая, бери что хотел. Проводка. Нет, не так. Что и выгнать надо. Используй скроллинг мыши для поиска волны. Так, что тебе надо-то? Пускай будет так. Мне не нравится такая музыка. Ты какая. Покрути сама. Он танцует. Такая музыка мне по душе. А мне-то что? Это же мне ничего не дало. Так, может теперь с Винусом надо поговорить. Знаешь, в голове сейчас лишь одна Ота. Так, Тарин, наверное, надо изоленту вернуть. Ой, здорово. Какой молодец. Вот ты заслужил монеты. А, две монеты дали. Так, такой, какой глупый. Давай, так, пара монет. Цветки. Цветки. Я думал, у него шестерня у Линуса. А, нет. Тебе, видимо. Тебе. Нет, слишком далеко. Эти цветки нужно во что-то завернуть. Плакат. Ты все сделал как надо. Ладно, вот шестеренка. Не забудь только оставить ее в замке. И это. Я ведь охранник, помнишь? Лучше не попадайте мне на глаза. В следующий раз прикрывать не стану. Пока он с ней танцует. Так, все, все задействованы были, по-моему, кроме тебя. Остался без отбойному. А, ну, он просто как... Как информация. Для информации. Нужно отдать отбойный молоток Ничи. А, вот так вот. Не просто для информации. Как тебе это удалось? Спасибо, друг. Как же мне повезло тебя встретить. Кстати, прикупил тут два комплекта фильтров для РЗК. Один мне, а один тебе. Прими в подарок и береги себя. Так, все, ты отдал. А ты добряк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok